Я про одиночество столько всего писал, объяснял. Мой научный руководитель Олег Николаевич Кузнецов написал первую советскую монографию по психологии, психопатологии одиночества. Они занимались исследованием космонавтов. И перед тем, как послать Гагарина в космос, нужно было понять, сколько там люди вообще могут болтаться и что с ними будет происходить, когда не будет вообще ни до кого доступа. И вот они это исследовали. И это очень такая широкая, объемная тема. Мне кажется, что здесь надо понимать, что, во-первых, у нас у каждого свой запрос на неодиночество. Есть люди с таким частическим складом, для которых другие люди не так важны и нужны, как для таких классических невротиков, к которым я отношусь. И я... С другой стороны, я уезжаю в Грецию, и, например, две недели могу никого не видеть и чувствую себя невероятно счастливым человеком. Но это из-за понимания того, что я все равно что-то делаю для людей, я пишу уже там книжки, и я вернусь к ним. Так что они вообще, в принципе, у меня всегда в голове. Поэтому, если у вас люди в голове, вы про них думаете, что-то для них делаете, вы одинокими не будете себя чувствовать. А чувствовать себя будете, если вы, может быть, обижены на них, если они разочаровывают вас, если вы не находите силы где-то простить, где-то понять, где-то поддержать. И тогда вы будете чувствовать одиночество. И это больно. И этого я бы вам не хотел желать.